Привет, друзья! Буквально на днях вышел ролик по работе в программе Вилком, демонстрирующий работу с функцией встраивания, Нестинг. Ролик также заинтересовал пользователей Имбирд. Стал вопрос, возможно ли такое в данной программе. Ответ положительный, просто принцип работы слегка отличается. А данное видео предполагает, что вы уже знакомы с основами работы с инструментами и вас просто тревожат вопросы хаоса и порядка. Посему я его представлю как туториал, принцип которого смотри и повторяй, а что непонятно – спрашивай. Откройте программу Имбирд, задайте желаемые значения рабочего поля и с помощью инструмента Font Engine создайте текстовую надпись. Используя функцию расположения текста по кривой, разместите текстовую надпись вдоль желаемой направляющей. На панели инструментов выберите инструмент «Строчка» со странным названием «Создать схему объекта» и создайте дугу. Выделите объект и зайдите в меню «Конвертировать» «Создать колонку для схемы». В параметрах объекта укажите желаемую толщину сатинового валика. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-A, выделите все, кликните правой клавишей мыши и выберите «Генерировать стежки». Итак, линия вышивается из точки А в точку Б. Если на этом этапе сохранить файл вышивки, то процесс вышивания будет следующим. Сперва вышиваются буквы, потом сатиновый валик. Ну или наоборот. Но нам по каким-то причинам необходимо, чтобы в процессе вышивания валика выполнялось вышивание букв. Чтобы это осуществить, нам нужно 1. Задать точки начала и конца вышивания встраиваемых объектов примерно в одной точке, максимально близкой к сатиновому валику. А затем перейти в модуль Embered Editor и внести корректировки в дизайн в режиме редактирования по стежкам. Для начала удалим все соединители. Смена точек начала и конца вышивания объектов известна. Либо вы указываете их принудительно в режиме редактирования. А если это не помогает, добавляете дополнительный элемент к букве. Разберем на примере. Зайдите в меню просмотр и включите отображать скачки. Теперь вы видите точки начала и конца вышивания каждого объекта. Определить, что есть что, легко и просто. От точки конца вышивания первого объекта к точке начала вышивания последующего тянется пунктирная линия. Выбираем букву S. Переходим в режим редактирования и указываем точку начала и конца вышивания в нужном нам месте. Закончив редактирование, активируем генерацию стежков и видим, что точка конца установилась, как мы и планировали, а точка начала перешла автоматически в противоположное место. Значит, нам нужен добавить дополнительный элемент, который будет начинаться в нужной нам точке. Выбираем инструмент строчка и из точки конца вышивания буквы S прокладываем строчку к точке начала вышивания этой же буквы. Переносим новый объект в порядке вышивания перед буквой S. Выделяем два объекта, запускаем симулятор вышивания и видим, что буквы S вместе с дополнительным объектом дают нам нужный результат. Окрашиваем два объекта в произвольный цвет. Покажу еще раз на примере букв D и N. Выделяем букву D. Указываем точку конца вышивания объекта. С помощью инструмента строчка создаем дополнительный объект, который соединяет конец вышивания буквы D и ее начало. Переносим дополнительный объект в порядке вышивания перед буквой D. Окрашиваем оба объекта в произвольный цвет. Выделяем букву N. Указываем точку конца вышивания объекта. С помощью инструмента строчка создаем дополнительный объект, который соединяет конец вышивания буквы N и ее начало. Переносим дополнительный объект в порядке вышивания перед буквой N. Окрашиваем оба объекта в произвольный цвет. Поступите точно так же со всеми остальными буквами. Субтитры создавал DimaTorzok Закончив работу с буквами, нажмите комбинацию клавиш Ctrl-A, кликните правой клавишей мыши на рабочем поле и нажмите генерировать стежки. Итак, первый этап создания файла окончен. Сохраняем файл под уникальным именем и переходим в модуль Editor. Осталось самое простое – строить буквы в процесс вышивания сатинового валика и перекрасить все в один цвет. Выбираем инструмент «Точки редактирования» и выделяем стежок сатинового валика, расположенный максимально близко к концу вышивания буквы S. Конец вышивания обозначен ножницами. Активируем функцию «Убрать». Уж не знаю, за что ее так назвали, но смысл ее разделить. Теперь выделяем букву S. Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-X – вырезать, Ctrl-V – ставить. И на панели объектов перетаскиваем букву в порядке вышивания между двумя объектами сатинового валика. Окрашиваем объекты в один цвет. Выбираем инструмент «Точки редактирования» и выделяем стежок сатинового валика, расположенный максимально близко к концу вышивания буквы D. Делим объект в районе этой точки. Теперь выделяем букву D. Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-X – вырезать, Ctrl-V – вставить. И на панели инструментов перетаскиваем букву в порядке вышивания между двумя объектами сатинового валика. Окрашиваем объекты в один цвет. Функции «Вырезать» – «Вставить» я пользуюсь лишь для удобства. Мне не доставляет удовольствия перетаскивать объекты в окне общего списка. Вы можете их просто перетаскивать. Собственно, на этом этапе можно прекратить описание, поскольку дальнейшие шаги идентичны. Выделим валик, меняем положение объекта, перекрашиваем. Если у вас не получается что-то с первого раза, попробуйте еще и еще. Начните работу с трех-четырех объектов и уже потом переходите к большему количеству. Как и любая другая функция, встраивание объектов – вещь полезная в том случае, когда без нее просто никак. И если у вас нет большой необходимости вышить все объекты как единое целое, то не стоит плодить сущие без необходимости. Всем хорошего дня! Задавайте вопросы. Они помогают пополнять канал полезными роликами. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok